Всем привет дорогие друзья! Как ваше ничего? Как настроение? Всем свет в хату! По обновлениям я прошлый раз пропустил новое добавили интересное пробуждение. Там видим весь урон, доп урон крит атака и там по пробуждениям с определенной вероятностью урон от оружия утраивается. Также хотел спросить что-то с точкой. Я 10 биш точил, выточить 4 биши на плюс 2 и все 4 биши сломать подряд. Короче что-то с точкой. Как у вас? Добавляется арена храма зепара, поделены на кластеры. На экране также тут очень интересный комментарий. Человек пишет tribal. Сделали бы игру для новичков и обновления. Топы и так хорошо себя чувствуют, а только начнешь играть и прям не кайф. И тут какой-то чувак, я думаю он проплаченный. Я новичок и мне норм. Парм, синтезируй, крафт, общайся. Что он там фармит, я не знаю. Крафтит, что он там крафтит. Когда синька копеечная. Что он там делает, я не представляю. Может человеку последнего не хватает общения, возможно. Не знаю, бедный человек, конечно, если ему не хватает именно общения. Как бы в игру приходят. Ну тоже за общением это нельзя отрицать. Потому что там очень бурный, токсичный, неадекватный чат. Круче любой чат рулетки. Lineage 2 Mobile. Ну это какой-то проплаченный, мне кажется, комментарий. Парм, синтези, крафт. Может вы мне что-то расскажете, напишите. Только не надо мне рассказывать, я там захожу. Мне нравится просто смотреть, как мой персонаж бьет мобов, там еще что-то такое. Серьезно, чего вы получаете удовольствие. Переходим к ивентам. Также первый ивент у нас поход. Катакомбы отступников. Победа, ничья, поражение. Сундук, катакомб для боевого отряда. В нем будет большое зелье исцеления, очень важно. Зелье пробуждения среднего качества 3 штучки. Ну это уже хорошо. Энергия НХСАД. Так, писемка утром и вечером. Энергия НХСАД и сундучок с расходочкой. Значит мы заходим в игру, добавляется вот такой бонус. На 14 дней. Блэс, камень, души, виталки очень хорошо. Очень неплохо. Я этого не видел, не знаю, давно добавили за реальную валюту. Вы можете купить алмазы и там ордена, знаки, реликвия. Также вот ордена, знаки, реликвия, только больше алмазов. Идем еще дальше. Сундук, сброщу, отваги, реликвия, алмазы. Знаки, ордена, улучшенный кристалл, чистый эликсир. Потом перепродаем алмазы, получаем вкусняшки. Очень прикольно. Дальше вот такой вот сундук зареал с артефактами. Синий артефакт 100%. Ну слушайте, неплохая вероятность получить редкие. Дальше у нас тоже за реал, только тут у нас с картами. Ордена славы, реликвия и алмазы. Дальше вот такой двухэтапный сундучок. Карты высшего качества. Кристаллы души, кошачья банда высшего качества. Ордена, знаки, кристаллы, улучшенный кристалл, зелье развития, реликвия. Си 4 коробочки такие за алмазы это уже. То мы получаем очки пробуждения, 1000 очков пробуждения. Трехэтапные паки, но это мы все знаем. Этот свиточек нужен для создания. Там брошь с минимальным шансом создания, но она там будет точная. К примеру, на плюс 6 сразу. Но шанс создания у нас всего лишь там 5%. И карты мастера один раз на выбор, или отены, или на класс. В самих паках мы видим вот этот рецепт примесленника королевца для создания мешочка удачи. Очень интересно, как он там, что создается. Если кто-то накидает скринов каких-то в дискорд, или захочет продемонстрировать в экране, как эта штучка работает. Позволяет получить тайный рецепт примесленника. Создавать предметы можно у кузнеца в любом городе. Очень интересно, если кто-то просказал бы, я был бы не против. Также паках Блассейная Святая Вода 20 штук, чистый эликсир, ордена славы, знаки поручения, кристаллы, улучшенный кристалл. Изделия для пробуждения высокого качества 5000. Карты мастера, карты души мастера. Очень интересно, очень большой шанс получить героические души. Ну и так, карты артефакта начали ложить в обычные паки. Ну и карты высшего качества 6 раз по 11 раз. Настойка очищения, за которую мы можем создать свиток ремесленника, или мифическую книгу попытать удачи, но надо дофига докупить. Книги наследника скорость магии плюс 5%, сопротивление оглушению 5%, сопротивление удержанию плюс 5%. Увеличение иммунитета. Позволяет восстановить здоровье персонажа после воскрешения. Блокировка оружия 5%. Промоушен с книгами 10% шанс создания. И мы видим, если мы за 10% попытаем удачу, 192 на стоечки. И какой шанс получения фиолетовых чернил. Дальше вот такой 10%. Ну вот этот камушек, и он должен стоить очень дорого на рынке. Видим 5400, 5500. Минимальная цена забирают. Есть смысл вот это, только крафтить, разве что, пытать удачу. Если попытать удачу, мы скрафтим пел книгу на выбор. И это уже будет, я не знаю, что это за... Это что, грация 3 или что это будет. Очень интересно. Также восстановление заклинаний. Это аден, наверное, книга, да? 2200 на стоечек. У нас там запаки, да, сколько получается. 1600 мы берем. Короче, 20к алмазов, попытать удачу. В целом, вот такие вот обновления, что я пропустил. Как всегда, пиши, я тебе рад. Я сейчас не могу играть. Даже в Найт Кроу я очень сильно проседаю. Нет света по 12 часов, по 8 часов бывает. Не знаю, может быть вообще исчезну. Не буду ничего снимать. Ну, по воскресеньям буду заходить с кем-то пообщаться. И там во что-то поиграть пару часиков. Потому что в воскресенье вроде бы неплохой график. Кайстрим в зависимости, как свет будет включать. То всем до новых встреч. Всем пока. С вами дядюшка Розе.